Мы, пока черная комиссия будет считать наши голоса, и они об этом объявляют, какой результат дополнительно по мере готовности, мы переходим к рассмотрению третьего вопроса по веске нашей конференции. Вопрос значится следующим образом. О работе депутатского объединения партии «Единая Россия» в Назаровском городском совете депутатов 5-го созыва. У нас есть там депутатское объединение, и его возглавляет Евгений Петрович Лукьянов. Слово ему и предоставляем. Пожалуйста, Евгений Петрович. Выборы прошли. Депутатский корпус заметно обновился. И обновился, я скажу, в нашу сторону. Если раньше мы для того, чтобы собрать 14 голосов для принятия кардинальных важных таких решений, мы договаривались со «Справедливой Россией», с ЛГПР, с коммунистами, чтобы набрать именно 14 голосов, это две трети от уставного количества депутатов, то на сегодняшний день у нас 15 голосов, и мы можем проводить линию партии своими силами. Пять депутатов у нас, которые работали в прошлом созыве, они перешли и в этот созыв, в период избрались вторично, а Щербаков уже и третий раз. И это большое подспорье, поскольку пять депутатов из 20, это, получается, 25% людей, которые уже имеют свой опыт работы в депутатском корпусе. Кроме того, у нас Ворошилов на другой территории тоже был в депутатском корпусе, тоже имеет опыт работы. Ну и Сергей Александрович был и главой города, и в Красноярске работал в правительстве. То есть люди пришли не с улицы, люди пришли с большим багажом знаний и опытом работы. И это на сегодняшний день прям сильно помогает. Тем более решать приходится разнообразные вопросы. Хотя я скажу, что вообще деятельность объединения, она строится на четком плане работы, которую мы подписали в начале года, и стараемся отследовать ему. И участвовать в разнообразных наших мероприятиях, и в том числе в таких крупных мероприятиях, как выборы губернатора. Каждый из депутатов ходил по своим участкам с предвыборной программой губернатора, вели разъяснительную работу в коллективах. То есть по полной программе отработали вот эту часть. Главным направлением работы объединения было и остается это компетентное своевременное создание совершенствования нормативно-правовой базы, обеспечивающей практическую реализацию программ социально-экономического развития, качественное решение вопросов местного значения в области социально-экономической бюджетной политики. Нормативной базы очень много. Законы меняются. Мы понимаем, что все-таки это нормальный, естественный процесс. И приводить нормативную базу города, это своевременно причем приводить. Это дорогого стоит. И иногда это происходит в срочном порядке. За отчетный бюджет проведено у нас много заседаний. Согласно уставу города, в работе заседания городского совета, это одна из обязанностей депутата. Если уж избрали тебя, и ты выдвиженец от народа, то ты обязан участвовать в заседаниях городского совета. И вот на моей памяти в этом созыве у нас еще не было ни одного срыва, чтобы мы не могли набрать кворум, чтобы у нас кого-то не было без уважительных причин. Все-таки депутаты сознательные, и все у нас проходит без сбоя. Было рассмотрено очень много вопросов, по которым принято решение нормативного характера. Это бюджетное отношение, муниципальная собственность, аренда, земельное отношение, различные награждения, присвоение звания почетных гражданин города. И основная все-таки, основная такая работа, это рассмотрение бюджета города, поскольку мы понимаем, что бюджет города влияет на всем городе. Без этого никак. А правильное принятие, иногда со скрипом, прямо скажем, в спорах, это стоит дорогого. Все-таки или жить по одной двенадцатой, или, если мы не принимаем бюджет, или в тех рамках, которые есть, но все-таки мы умещаемся в них. И особое внимание тут у нас все-таки в предварительной работе. Знаете, депутатское объединение собирается практически каждую следу, по плану, но там есть вопросы, плановые, да, но в любом случае мы рассматриваем все вопросы, мы приходим за полчаса, то есть за час до заседания сессии какой-то из комиссий. И этот вопрос обсуждаем, рассматриваем. И если из средств массовой информации вы видите, что мы проголосовали все одинаково, и есть такая параллель, да, как раньше при КПСС, все раз руки подняли молча. Это не от того, что мы не интересуемся этим вопросом, а от того, что этот вопрос мы уже глубоко изучили, мы его обсудили. Если надо, мы пригласили начальника какого-то из этих направлений, там, по земле или архитектуре, еще кто-то, с главой города или с его замом поработали, то есть мы наоборот глубоко этот вопрос изучили, выработали мнение общее, и когда мы выходим на сеть, мы голосуем. Мы голосуем так, как мы уже обсудили этот вопрос. Не просто для того, чтобы на камеру поговорить, заработать себе дешевый какой-то авторитет, а именно проработав этот вопрос уже. И знаете, есть у нас закон по противодействию коррупции, и этот закон, мы обязаны его соблюдать, но все депутаты, за исключением одного у нас руководителя, они работают на общественных началах. и вот человек, который в свое свободное время работает на участке, работает в городском, смотрите, он обязан еще сдавать декларации. Где-то таблицы, они очень сложные, где-то кто-то цифру поставил не в той строчке, и вот как в прошлом году уже объявили, нас объявили, обвинили в коррупции практически всех. Разобрались с прокуратурой, оказалось, все нормально. В этот год я не вижу, чтобы у нас кто-то кого-то обвинял в коррупции. Почему? Потому что у нас наша оппозиция тоже все сделали ошибки в декларациях, но тогда уже не коррупционеры. И депутатское мнение рассматривает, мы готовимся, конечно, вот на следующей неделе у нас начинает работу комиссия антикоррупционная, и каждого из нас, из депутатов, кто хоть малейшую ошибку сделал на эту комиссию с прокуратурой и со всем остальным. То есть тут тоже вроде бы люди работают на общественных началах, но тем не менее не попадают вот под этот молод. Я уже не говорю о том, что депутаты, которые не по спискам прошли, а они прошли по участкам, они проводят очень большую разъяснительную работу на своих участках, и те проблемы, которые есть, они везде есть, их приходится решать. Причем кое-где достаточно того, чтобы поговорить с человеком, он понимает, как этот вопрос нужно решить в правом поле, или обыкновенное человеческое участие достаточно бывает. Но об этом я, кстати, у нас депутат Леднева сейчас немножко скажет, как по работе на участках, потому что у него очень сложный участок, вокзал. Там и дороги, и освещение, и все, там, и кстати, ей удалось лебяшку заасфальтировать дорогу безымянную, все равно жить не на поле будет, чем-то все равно не на поле. Это очень сложно в работе депутатов, и когда мы собираемся на депутатское объединение, и бывалые депутаты, которые уже отработали прошлый созыв, они делятся опытом, это очень сильно помогает. В целом все в работе депутатского объединения, есть еще различные комиссии в администрации, в которой мы